МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Информационная служба телеканала «Брянская губерния» продолжает свою работу в эфире программа «События» в студии Марины Николаева. Оказание помощи после пожара, вопрос капитального ремонта крыши в многоквартирном доме и благоустройство стоянки партизанской клетнянской бригады. По поручению президента губернатор Александр Богомаз провел личный прием граждан. Все обращения взяты на личный контроль главой региона. После пожара дом жительницы Брянска серьезно пострадал. Женщина получила компенсацию от государства. Однако, чтобы восстановить жилье, этих средств недостаточно. Пенсионерка инвалид второй группы. Сама не в состоянии оплатить струематериалы и работы. Главе региона на прием пришлась просьбой помочь. Александр Богомаз распорядился выделить средства из резервного фонда губернатора. Кроме того, было принято решение содействовать и в проведении ремонта. Еще одно обращение коллективное от жителей Почепа. Жильцы дома номер 20А по улице Володарского просят отремонтировать крышу. Кровля протекает, заливает квартиры. Управляющая компания, ответственная за содержание дома, свои обязательства не выполняла. Дело дошло до суда. Губернатор подчеркивает, люди страдать не должны. Проблему нужно решать, не откладывая. Жильцы исправно перечисляли средства в фонд капремонта. Там собрано 320 тысяч, 91% от начиски. Ремонт стоит где-то порядка 3 миллионов 900 квадратных метров плоской кровли. На следующей неделе мы проводим заседание комиссии. Думаю, что в этом наборе началось. Еще одна просьба не личная, общественная. Привести в порядок и облагородить стоянку 2-й партизанской клетнянской бригады. 17 сентября с гвардием Брянщина весь народ идет, который есть у нас, допустим. Идут они к 17 сентября туда и приходят и видят вот такую. Трава вот такая по пояс. Веночка ни одного. Мемориал находится близ деревни Бочары в лесу. Добраться до места по лесной дороге без спецтранспорта невозможно. Несмотря на это, два раза в год на стоянке проводят субботники. Губернатор призвал активизировать эту работу. Александр Богомаз акцентирует, содержать воинские памятники и захоронения в достойном виде, святой долг и обязанность бездействовать местной власти недопустимо. Чтобы там пойти порядок навести, надо же этим жить. Надо же жить этим каждый день. К 9 мая на партизанской стоянке наведут порядок. Губернатор заостряет. Такие работы должны проводиться регулярно. Для этого нужно там побыть, в принципе, 2-3 раза в году. Это перед 9 мая. Для лета покосить и убрать под 17 мая. А еще, чтобы так трава не стояла. Понимаете? Вот вы сейчас можете мне объяснять. Но вот она, снег и трава стоит. Все обращения граждан на личном контроле губернатора и главы государства. По каждому из них установлены конкретные сроки исполнения. Елена Лыщицкая, Иван Зюрев, События, Брянск. Брянск готовится к паводку. Большая вода по традиции придет в поселок Радица-Крыловка. На случай ЧП проинструктировали местных жителей, сотрудники областного МЧС. Дмитрий помнит сильный паводок 2013 года. Тогда вода в огороде стояла на уровне пояса. Было и хуже. По рассказам отца, матери, то есть бабушки, в 70-м году у нас воды, старые окна были. Примерно вот так было. Сейчас многие прогнозируют большие затопления. Снег не сходит, а уже на следующей неделе плюс. В МЧС работает центр мониторинга паводковой ситуации. Но Дмитрий, как человек бывалый, отмечает, все будет зависеть от Людиновского и Десногорского водохранилищ. Если они в месте очень большой дают сброс, это примерно 90 кубов в секунду. Это 80-90 кубов в секунду. Это были сбросы в 2013 году такие. Рейд МЧС – неразовая акция. Инструктаж населения распланирован вплоть до прихода воды. Если вода подошла к дому, отключайте электроснабжение и следите за печным оборудованием своим. Самое главное, за газовым оборудованием, значит, если газ. Так, что касается поводка опасной обстановки, это памятка, чтобы не забывали, как себя вести в случае возникновения поводки. Данный рейд проводится во всех районах города Брянска и собственники жилых домов, которые попадают в зону подтопления, будут проинструктированы в полном объеме. Люди переживают данное происшествие каждый год, знают, умеют, ну и в принципе готовы к поводку. Так же, как МЧС и поселковая администрация. Приготовлено порядка 20 лодок, а на случай беды на помощь односельчанам приплывет Дмитрий. В 2013 году он уже трудился в поводковой бригаде. Андрей Мамошин, Анатолий Чикрыгин, События, Брянск. Защитить права обманутых дольщиков на 51-м заседании Брянской областной думы в окончательной редакции депутаты поддержат изменения в закон о дополнительных мерах по защите прав участников долевого строительства. Они направлены на повышение эффективности государственного регулирования этого вопроса. Планируется согласовать поправки в закон о градостроительной деятельности в Брянской области. Всего в повестку заседания регионального парламента вошло два десятка вопросов. Ее утвердил Совет Думы. Намечено обсуждение на 28 марта. А сейчас наша традиционная рубрика «Вкратце». Я передаю слово ее автору Игорю Умарову. Спокойствие. Тихо. Спокойно. Дела житейские. Минздрав назвал Брянщину одним из самых спокойных психически спокойных регионов. Мы занимаем 74-е место в рейтинге буйных и 12-е в рейтинге как раз таки спокойных. Учитывались граждане, которые обращались за психиатрической помощью и оставались под диспансерным наблюдением с разными диагнозами. Нет, спасибо. Это нам не надо. Россельхознадзор развернул 20 тонн то ли сыра, то ли сырного продукта обратно в Беларусь. Дело в том, что в сопроводительных документах были обнаружены непонятные записи, а также странные подписи. Это поставило под сомнение происхождение сыропродукта. Поэтому его вернули обратно в Беларусь в госветэкспертизу. О, надо же, пришла. Заживем, так заживем. Приятные новости от Брянскстата. Средняя зарплата в Брянске выросла на 9,5%. Проще говоря, если раньше она была такой, то теперь она будет вот такой. В прошлом году брянские налоговики проверили более 200 автомоек. Выяснилось, что в 36 из них нет регистрации, а еще в 21 отсутствует кассовый аппарат. Ну, что в итоге? В итоге штраф общей суммы 76 тысяч рублей. Примечательно, что после этой проверки и после штрафа 8 предпринимателей оформили такие П, а еще 8 предпочли закрыться. И снова про больную тему. Климатологи предупредили, что льды Гренландии могут растаять к середине века. Но какое нам до этого дело, если у нас нет весны? Даже гидрометцентр говорит, что потепление идет очень медленно. И глядя на такую затяжную, затянувшуюся весну, невольно задумываешься, а не поменялись ли сезоны, а? Но тепло уже на пороге и скоро будет. Солнце светит, собираются кучевые облака, снег испаряется, тает лед. Нужно просто немножко подождать до 25 марта. Печальным опытом здесь тянет. Опять ожоги, низ экрана. И снова ложь, и снова ранит. Искать, бороться, вновь обломы. Но все не так. Пусть из разлома олеет флаг с омегой ома. Игорь Умаров, Екатерина Карманова. Новости вкратце. Третье место заняли воспитанники Брянского детсада номер 65 на всероссийских соревнованиях по робототехнике и коренок 2018. На суд жюри дети представили собаку-робота для оказания помощи семьям с инвалидами. Маленькие инженеры Юля Семченко и Игорь Азарченко ходят уже в подготовительную группу. Прежде чем отправиться в Москву, дети заняли первое место в региональном этапе «Икоренка», который проходил в Центре технического творчества. Вместе с наставником Еленой Николаенко они собрали доброго помощника робо-рекса 32. Наш робо-рекс, он умеет очищать ковер и мыть пол. Соорудить миниатюрную собаку-робота в помощь семьям людей с ограниченными возможностями команду детского сада номер 65 вдохновили посещение Центра реабилитации инвалидов. Оказывается, в дошкольном учреждении есть волонтерский отряд «Капельки добра». Дети мастерят открытки, подготавливают спектакли и концерты для тех, кто особенно нуждается во внимании. Наш детский сад – это волонтерский отряд. Мы уже второй год занимаемся этой деятельностью. Маленькие волонтеры посещают учреждения различные социальные, оказываем посильную помощь. «Робо-рекс» – это воплощение двух направлений садика – волонтерского и робототехнического. Четвероногого помощника по достоинству оценили на всероссийском этапе соревнований «Икоренок-2018». Итог – третье место за командное выполнение задания. Дети блестяще представили свой творческий проект, представили нашу модель «Робо-рекс-32». Фестиваль и соревнования позади. Для ребят настали обычные детсадовские будни. Вот только интерес к конструкторам и робототехнике повысился сразу у всей группы. Екатерина Карманова, Владимир Сидоров, События Брянск. Маленький футбольный болельщик из Новозыпкова Роман Кирейцев получил подарок от игроков сборной России. О своей мечте о скоростном велосипеде мальчик рассказал в рамках благотворительного проекта «Детские мечты», приуроченного к стартующему в июне чемпионату мира по футболу. Проект сборной России по футболу «Детские мечты» стартовал в конце ноября. Любой болельщик российской национальной команды в возрасте до 14 лет мог рассказать о своем желании в письме или видеообращении. Мечтать полезно. Трогательное письмо 9-летнего жителя Новозыпкова Романа Кирейцева не осталось незамеченным. На днях мальчик получил заветный скоростной велосипед и пожелал игрокам национальной команды успехов на предстоящем чемпионате. Я получил подарок, о котором так долго мечтал. Спасибо вам огромное. Желаю вам победы на чемпионате мира. Мы всей семьей будем за вас болеть. Всего в адрес игроков сборной России поступило около 3000 обращений из разных регионов страны. Наш новозыпковский болельщик попал в сотню финалистов. Екатерина Карманова, События Брянск. О других новостях спорта в обзоре моего коллеги Дмитрия Кузнецова. На телеканале Брянская губерния время новостей спорта в студии Дмитрий Кузнецов. Здравствуйте. Пока представители большого футбола лишь готовятся к сезону, в Брянске состоялся финал Кубка области по мини-футболу. За трофеи сражались Брянск Агрострой и Суражский Пролетарий. Как сообщает Сайтспорт32, судьба этого противостояния была решена еще в первой половине матча, в которой представители областной столицы отправили в ворота Суражан 4 безответных мяча. Гости после перерыва, благодаря дублю Андрющенко, попытались возродить интригу, но на большее пролетариев не хватило. 5-3 Брянск Агрострой, обладатель Кубка Брянской области по мини-футболу. В Смоленске и Рязани завершились финалы чемпионата Центрального Федерального округа школьной баскетбольной лиги КС Баскет. Зрители и гости финалов стали свидетелями недетских баскетбольных баталий. Победитель Брянского оригинального этапа команда «Союз» из школы номер 8 областной столицы заняла второе место в своей подгруппе, но не сумела попасть во всероссийский финал, куда выходили лишь 3 из 18 команд. В состязаниях девушек Брянскую область представляла команда «Головачовец» из Любахны. Увы, но наши баскетболисты заняли лишь 11 место из 16 и в финал не попали. Напомним, что наш регион в этом году дебютировал в чемпионате школьной баскетбольной лиги КС Баскет. В Воронеже в спортивном комплексе «Звездный» прошло первенство ЦФО по спортивной борьбе среди юниоров. В турнире принимала участие и спортсменка Брянского Центра спортивной подготовки Дарья Бабрулька. В весовой категории до 62 килограммов наша спортсменка завоевала серебряную награду и получила путевку на первенство страны, которая пройдет в середине мая в Ростове-на-Дону. По итогам этого турнира будет сформирована национальная сборная для участия в первенствах мира и Европы. И последнее. Триумфально выступили брянские легкоатлеты на всероссийских соревнованиях по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных», которые проходили в Орле. Несколько сотен участников приехали на соревнования из разных городов Центрального федерального округа, чтобы побороться за командное и личное первенство в трех возрастных группах. Только в личном первенстве на счету юных брянских спортсменов шесть золотых, серебряная и семь бронзовых наград. Помимо этого, представители сборной Брянской области удачно выступили и в командных эстафетах. Это все новости спорта к данной минуте. Всего вам доброго и болейте за наших. День водных ресурсов будет отмечаться во всем мире завтра, 22 марта. Брянск тоже не останется в стороне. Горожан ждет беспрецедентная акция. Всемирный день водных ресурсов, он же попросту день воды, был утвержден Генеральной ассамблеей ООН в 1993 году. С тех пор, отмечая этот праздник, мы вновь и вновь заявляем о том, что чистая вода – это основа всей жизни на земле. В Брянске компания «Ключ здоровья» подошла к празднованию с практической стороны и подготовила для горожан подарок – один день, один литр за один рубль. Сейчас мы находимся около одного из киосков «Ключ здоровья», которые установлены во всех районах города. И находятся в шаговой доступности от жилых домов. За годы работы компания «Ключ здоровья» стала действительно лидером по производству и продаже живой артезианской воды в регионе. Мы действительно гордимся своим продуктом. У нас установлена уникальная система водоподготовки, водочистки, которая позволяет делать нам живую воду, не меняя ее структуру. А самое главное – мы сохраняем главное предназначение воды – это быть полезной для здоровья человека. Артезианская скважина компании «Ключ здоровья» находится в поселке Добрунь на 200-метровой глубине. Взятая в исходном состоянии вода проходит бережную подготовку. Убирается все вредное, а полезное доводится до нормы. При этом природная структура неприкосновенна. Вода остается физиологически полноценной. Иными словами – живой. Мы с вами находимся в помещении системы водоподготовки компании «Ключ здоровья». Наша водоподготовка отличается от водоподготовки 90% производителей вод тем, что она бережная. Мы категорически не используем обратный осмос в нашей водоподготовке, потому что обратный осмос удаляет из воды практически все полезные микроэлементы, необходимые нашему организму. На данной системе водоподготовки мы только корректируем воду, удаляем сероводород, примеси, удаляем железо, удаляем привкус, корректируем запах, цветность, прозрачность воды и незначительно умягчаем ее, удаляя лишние соли кальция и магнит. Данный способ подготовки воды более затратный относительно обратного осмоса. Но мы идем на это ради качественного продукта для нашего населения. Акция «Отключа здоровье» действует по всему городу, как в автоматизированных киосках, так и в тех, где есть продавцы. Объем воды не ограничен, так что запасайтесь пустой тарой. Мы присоединяемся к этой акции таким интересным способом. Во всех наших киосках 22 марта вода будет стоить 1 рубль за 1 литр. Мы не устанавливаем никаких ограничений. Приходите, берите, кому сколько надо, кто сколько, так сказать, унесет. И от лица компании «Ключ здоровья» еще раз приглашаю всех жителей, гостей города принять участие в праздновании этого дня. «Ключ здоровья» поздравляет всех жителей Брянска и области со Всемирным днем воды и напоминает, что H2O – это эликсир молодости и красоты. Пейте воду и будьте здоровы! В грандиозной премьере готовится Брянский театр драмы. С начала года все его цеха работали над новым спектаклем «Кириллин день» по пьесе Алексея Толстого «Смерть Иоанна Грозного». К постановке специально пригласили хорошо известных в России за рубежом режиссера, театрального художника и художника по костюмам. Это уже готовые костюмы для персонажей к спектаклю «Кириллин день». Вот облачение кормилицы, простой девушки и царевны Ирины. Всего к спектаклю было подготовлено около 40 костюмов. Их автор – московский художник Андрей Климов. Здесь нет пышных соболей и драгоценных камней. Костюмы – это стилизация эпохи Иоанна Грозного. Закройщицы и швей полностью повторили эскизы художников, чью задачу не входило воссоздать историчность. Также и декорации к спектаклю авторства Игоря Капитанова нацелены на образное восприятие духа трагедии Толстого «Смерть Иоанна Грозного». Всё это работает на главную задумку режиссёра-постановщика. Это действительно несколько сокращённый вариант пьесы, но совсем не периначь. На этом ничего не переставлено, ничего там нет такого, чего автор не писал, какого-то переосмысления текста совсем с другой точки зрения. Вот и я постарался, актёры, на мой взгляд, тоже очень хорошо постарались со мной вместе, вот прочитать именно основную тему этой пьесы «Смерть грешного человека». И название выбрано не случайно. «Кириллен день» — это день смерти царя Иоанна IV. Я не хотел опять надеть постылый венец мой. На усталую главу меня влекли другие помышления. Моя душа иных искала благ. Главную роль в спектакле исполняет заслуженный артист Российской Федерации Александр Кулькин. Его коллега Иосиф Камышев, играющий боярина Захарьина Юрьева, считает, что именно такие работы дают актёру уверенность в правильном выборе профессии. Все актёры, которые вовлечены в постановку спектакля, отмечают не только трудность материала, но и огромный интерес к нему. Нам очень повезло не только с пьесы Алексея Константиновича Толстого, но и с режиссёром, который ставит эту пьесу. Большое спасибо нашему директору Сарихову Андрею Викторовичу, который нашёл этого режиссёра. Он долго искал их, честно сказать. И он нашёл кандидатуру, которая нас полностью устраивает. Понимаете, он не только режиссёр, он ещё и педагог. Он ещё и, как бы его назвать, лектор. Перед тем, как мы начали репетировать, и во время репетиции он нам столько рассказал об этом времени, чего мы не знали. Роль седьмой жены Иоанна Грозного, царицы Марии, исполняет Юлия Филиппова. Задача актрисы максимально выложится, воплощая задумку режиссёра облечь всё не только в страшную, но и красивую форму. Вообще спектакль мужской, что очень приятно. И такое количество мужской энергетики на сцене. И здесь Алексей Константинович ввёл такую жемчужинку, маленькие, совсем небольшие женские образы. И поскольку пространство не такое большое, то в это пространство нужно сфонтанировать на 150%. Что, собственно говоря, и составляет сложность роли, потому что на маленьком это всё разбеги. Самая ожидаемая премьера этого сезона – спектакль «Кириллин день» стартует 22 марта на сцене Брянского театра драмы. Александра Седачёва, Владимир Сидоров, События Брянск. Станцию «Лучше» версия 2.0. Второй тур проекта телеканала «Брянская губерния» в самом разгаре. За право оказаться в финальном этапе конкурса борются 20 детских хореографических коллективов. Однако в итоге финалистами станет лишь половина. Кто это будет, решать только вам. Проголосовать за понравившуюся команду можно в официальной группе телеканала «Брянская губерния» ВКонтакте. Сегодня в танцевальный поединок вступают самые маленькие участники проекта – детская музыкально-хореографическая студия «Мир танца. Город Брянск». Маша, готова? А Миша? А Миша? Девчонки, всем привет! Привет-привет! Привет вам! Привет! Вот так, да, вы прям как настоящие уже звезды, так неохотно с нами общаетесь. Откуда вы приехали такие красивые, нарядные? В «Брянск». В «Брянск». Что за коллектив у вас? «Мир танца». А вы такие нарядные, в таких костюмах, горошек. Вы из какой сказки? Маша! Маша и медведь. А медведь ваш где? Он сейчас придет. Он сейчас придет, он готовится, да? Да. А вы как, вообще с медведем дружите? Да. Не обижает вас? Нет. Ну как вы все вместе, как готовились к этому конкурсу? Много репетировали? Да. Ну волнуетесь все-таки? Нет. Ну расскажите о вашем коллективе, наверное, руководителе, да? Где вы занимаетесь? Как давно существует ваша команда вообще? Мы занимаемся уже пять лет. Это вот дети, которые пришли к нам совсем с юных, с юного возраста, с трех лет. И вот мы выросли до такого крупного, наверное, проекта в нашем городе «Станцию лучше». Для себя какие цели ставите вообще в этом проекте? Главная цель – это победа. Конечно, победа. Победить. Победить. Да, да, дети? Да. Ну мы желаем вам этой победы. Вперед на сцену. Будем за вас болеть. Удачи вам. Спасибо. 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 Я стану лучше. Вот, супер. Молодцы. Спасибо большое. Партнер проекта «Станцуй. Лучшая версия 2.0. Магазин Танцор». Профессиональную и качественную одежду, обувь, аксессуары – все для танца. Весь набор предоставит вам Танцор. Танцор «Станцор» 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok DimaTorzok